Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 11 сентября, Православная Церковь торжественно празднует усекновение главы и пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. О мученической кончине Предтечи Господня в 1932 году по Рождестве Христовом повествует Евангелие по Матфею и Марку. Однако священное предание апостольской церкви сохранило некоторые подробности этих событий, происходивших незадолго до распятия и воскресения Христова. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилею. У него была законная жена, дочь аравийского царя Арефы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народного гнева. Все же святой Иоанн Креститель был посажен в темницу царем Иродом. В день своего рождения Ирод устроил богатый пир, на котором перед гостями плясала Соломия, дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей все, чего бы она ни попросила. Соломия пошла к матери за советом. Иродиада научила дочь просить голову святого Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божиего за убийство пророка, но не мог нарушить неосторожные клятвы. Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали Соломии. По преданию, голова продолжала обличать Ирода и Иродиаду. Нистова Иродиада исколола язык пророка булавкой и закопала голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла святую главу, положила в сосуд и погребла ее на Илеонской горе в одном из поместьй Ирода. Тело святого Иоанна Крестителя взяли его ученики и погребли его. Божий гнев обрушился на тех, кто решился погубить пророка. Соломия переходила зимой реку Сикорис и провалилась под лед. Она висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шею. Голову ее, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и Иродиаде, как некогда принесли им голову Иоанна Притечи. От тела ее так и не нашли. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери, жены Ирода, четвертовластника, двинул свои войска против нечестивого царя и нанес ему поражение. Римский император Гай Юлий Цезарь Каллигула в гневе сослал Ирода вместе с Иродиадой в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей. Святой же Иоанн, как при жизни своей, так и после кончины, был предтечью Христу Господу. Ибо, предварив сошествие Господа в ад, он благовествовал находившимся в аду Бога, явившегося во плоти, и порадовал святых прадцев. С ними он был изведен из ада после разрушения его по воскресенье Христовом и сподобился многих венцов в Царстве Небесном, как девственник, как пустынножитель, как учитель и проповедник покаяния, как пророк, как предтеча и креститель, и как мученик. По молитвам его да наставит и нас на путь истинного покаяния и да сподобит нас Царствие Небесного Христос, милосердый Господь и Бог наш, коим и высылается слава со Отцом и Святым Духом вечно. Аминь. Всех, кто носит имя святого пророка Иоанна Предтечи, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Молитвами своего Небесного Покровителя будьте Богом хранимы. Многое вам и благая лето! Молитвами своего Небесного Покровителя